всем привет я гела сегодня у меня будет вот такая красочная тема я буду шить лоскутное одеяло из вот таких вот футболочек они все тут разного качества целое направление в лоскутном шитье и в америке даже есть такое когда ребенок уезжает из родительского дома там допустим поступает куда-то учиться вот то бабуля или мама дает ему такое одеяло с собой сшитое из его же футболочек вот здесь у меня пять или шесть футболочек вот таким вот образом я срезаю все швы и заготавливаю ткани для шитья очень здорово смотрится именно вот маечки с принтами вот с такими всякими надписями вот эта линейка у меня 30 сантиметров поэтому я решила прям по ней и как раз хорошо надписи входит я решила прям по ней скроить вот и вырезаю с каждой майки вот такой 30 сантиметровые квадраты и одна майка вот с девушкой до на игрок я решила не делать из нее квадрат собрать вот ведь им добавила к имеющимся квадратиком полоски вот и таким образом я выложила как мне нужно и дальше я буду собирать не как обычно мы флажками собираем гирляндами да а по полоскам будет я сложила полоски сверху там с первой на вторую там и так далее и теперь вот так же поочередно я искалю вот вы видите какие футболочки да они закручиваются вот это красная вообще ведет себя непослушно закручивается ничего страшного девочки скалите все это аккуратненько посидите повозитесь скалите и все это нормально ровно сошьется если машинка все равно не хочет шить бывает же такое вот пишут вот не шьет трикотаж на этапе скалывания подложите лист бумаги и шейте потом по бумаге и все прострочится хорошо бумагу потом берете и по ходу шитья убирайте иголочки и все и все прекрасно сошьется далее берем следующий лоскут по рисунку там вот как мы наметили себе и так же скалываем почаще прям почаще насколько возможно видите они же закручиваются в разные стороны да и все сошьется прекрасненько вот по ходу дела убираем иголочки так и следующую также поочередно скалываем аккуратненько и вот такую вот полоску первую мы собрали точно таким же образом следующее собираем все вертикальные полоски я добавил и начало вот такие полосы по уже вот чтобы оставить эту девочку во весь рост все-таки чтобы не резать ее и дальше таким же образом собираем эту полоску после того как мы собрали все эти полосы точно таким же образом мы все аккуратненько ведь и вот часто часто скалываем эти полосы между собой по вертикали эти первую и вторую полоску взяли сложили скололи все аккуратненько не поленились и все у нас прошьется замечательно вот таким образом у меня получилось смотрите какое потрясающе красивое полотно далее я возьму вот эти рыбочки яркие там какие-то маленькие и вот на этим без принтовые квадраты прямо приколю и пристрочу смотрите какое красивое полотно и я вырезала вырезала вот такие тоненькие красные полосочки так решила чисто там по дизайну сделать так вот такие они буквально двухсантиметровые чтобы как бы обозначить рисунок да и я пришила выкроила сначала как бы пришила верх не слева права как обычно да сначала две полоски выкроила и вот так же их сколола часто часто и пришила потом уже с учетом добавить добавившиеся ширины выкрыла еще вертикальные полоски и пришила уже лево право с учетом ширины вот верх низ до поняли да пришиваем вверх низ лево право таким образом я разметила брюки просто точечки поставила метром прочертила соединил и вот так вот вырезала полоски это джинсы из них я сделала вот такую как бы такой бордюрчик и дальше я добавлю у меня вот такая фиолетовая ткань точно также с фиолетовой этой ткани я вырезала верх низ одинаковые сначала и пришила пристрочила а потом выкроила уже по длине и получается лево право да с учетом вот пришитых широких полос вот такая рамочка получилось для этого одеяла на здесь удачно подошел этот бордюр вот далее мы берем подкладочную ткань лицом вниз кладем ее прям на пол и вот прям вот так вот скотчем видите вот у меня атласик мой красный прям вот так скотчем я прилепила эту ткань к полу она должна быть вот на несколько сантиметров больше чем само полотно и так же сложила синтепной поведите у меня обрезки тоненький тоненький синтепон вот дальше хочу показать момент вот прежде чем накладывать на синтепон вот это полотной а прям вот знаете на метр метр положила и вот как бы рулон такое сделала так удобнее понимаете расстилать на синтепоне а то как начнешь махать там рыб будет разлетаться пусть того как мы расстелили наше полотно мы все его часто часто должны сколоть все три слоя вот видите вот таким образом я все поскалываю теперь все это я отлепляю от пола и свернув в рулон положила на стол теперь я все это сметаю вот видите вот таким образом про металла я уже простегала все это полотно свободно ходовой лапкой далее после того как простегали мы берем вот такую полоску 5 сантиметров складываем ее вдоль и прям вот так по всему периметру я ее пристрочила это я показываю в каждом видео поэтому вы уже знаете как я делаю кромки а затем вот таким вот образом вручную я сейчас ее пришью и хочу сказать для совсем начинающих стягать даже по прямой там допустим полосами или ромбиками или квадратами обычной лапкой девочки тем более футболки по синтепону не получится вы измучаетесь поэтому если вы хотите все таки лоскутным шитьем заниматься приобретите девчонки я очень долго жила без шагающей лапки но когда я ее приобрела это небо и земля это для лоскутниц прям очень хорошая совершенно другое качество шитья поэтому приобретите себя и когда на этапе стежки пользуйтесь шагающей лапкой выпас вы увидите разницу вот ну или потом со временем там дальше от свободно ходовой научитесь ну конечно я сама ее приобрела год назад по идее жила как-то и без нее шила много ну просто из своего опыта хочу сказать что это конечно очень хорошее дело шагающая лапка для лоскутниц ну а тем временем вот видите вот так спокойненько сидим вместе с симоной и делаем вот такую кромочку окантовочку и получаем вот такое прелестное чудесное лоскутное одеялко такое покрыли покрывается легкое одеяльце у меня получилось но она просто прелестно и форму держит и выглядит потрясающе очень красиво мне нравится а вот это первая мая лоскутная вот из футболок и вы видите да как можно сделать из обрезка в бордюр вот таким вот образом лоскутный как это смотрится вот это одеяло тоже полностью из маяк сшита вы здесь видите какой подклад и вы видите какая стежка она вроде так ужасно выглядит с другой стороны вот в целом да вот не бойтесь вот с чего-то ж надо начинать смотрится в принципе совершенно неплохо вот смотрите какие обрезки у меня остались у меня остались все рукава я ни один рукав не использовал от майк вот и остались обрезки то есть девчонки вот из этих вот обрезков можно в принципе такого же размера одеяло запросто сшить вот такое видео мне девчонки для вас пробуйте не бойтесь вы посмотрите какая прелесть прелестное получается ну а я с вами прощаюсь желаю вам приятного рукоделия и бесконечного вдохновения всего вам доброго пока пока